У вас есть срок в размере 5 дней для добровольной оплаты. Если в течение добровольной оплаты долг не будет погашен, судебным приставом будет вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 7%. Сегодня все погасено. Все. Спасибо. Всего хорошего. К сожалению, таких налогоплательщиков меньшинство. В основном злостлые уклонисты не открывают двери, не отвечают на звонки, а еще чаще не проживают по месту регистрации. Розыск последних – также задача судебных приставов. Сегодняшний оперативный рейд с целью профилактики должников прошел в Адлежском районе сразу на нескольких улицах. В списке – десятки адресов. Пообщаться удалось не со всеми. Это злостный неплательщик. Раз исполнительный документ находится у нас на исполнении, то это уже принудительная мера исполнения. Если у человека нет средств погасить задолженность, то, к сожалению, приходится описывать и уже изымать имущество для дальнейшей реализации в счет погашения задолженности. Некоторые добровольно приходят, погашают, находят какие-то средства для того, чтобы погасить. Все-таки не каждому хочется, чтобы мы приходили в гости и описывали имущество. Подобные рейды достаточно результативны, отмечают налоговики. За первое полугодие этого года таким путем было взыскано более 22 миллионов рублей, которые поступят в бюджет города Сочи и будут направлены на развитие всех сфер курорта. Зачастую получается так, что налогоплательщики говорят, что не получают уведомления либо требования налогового органа на уплату налога пении штрафа. Но настоятельно рекомендую налогоплательщикам в этом случае обращаться к интерактивному сервису личный кабинет, который находится на сайте налог.ру, либо непосредственно налоговую инспекцию. Время погасить задолженность после уведомления дается каждому. Судебный приказ выносится не сразу, поэтому налогоплательщиков просят своевременно исполнять свои прямые обязанности. Инга Габейшая, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. Субтитры создавал DimaTorzok